Библейский портал экзегет.ру представляет В книгах «Царство» гораздо менее одинозначная картина. И он переселился уже в Иерусалим, взятый его войсками. Он уже там получил стройматериалы для своего дворца. Все у него хорошо. Но Божий ковчег остается где-то у какого-то ОВД дома, который абсолютно никто и никак ни с чем не связан. Давид построил в городе Давидовом для себя разные здания. Приготовил место для ковчега Божьего и поставил для него шатер. Давид приказал, чтобы ковчег Божий несли только левиты, потому что навеки их избрал Господь, чтобы они носили ковчег Господний и служили ему. Помните, в 13 главе там была история про Уззу, который посмел прикоснуться, хотя вроде просто удержал отпадение, но все равно был за это убит. Это очень важный момент. Это, пожалуй, единственная такая неприятная история, о которой рассказано в связи с воцарением Давида. Но она имеет очень важное значение для автора, потому что он из левитов или священников, и он подчеркивает роль левитов и священников. Давид собрал всех израильтян в Иерусалиме, чтобы перенести ковчег Господень на место, которое было для него приготовлено. Ну и как обойтись дальше без имен? Вот потомки Аарона и Левиты, которых созвал Давид. Из потомков Кехота, там был глава Эхурела, 120 его собратьев. Из потомков Мирорея, это левитские роды. Глава Эхасаея, 220 его собратьев. Из потомков Гершома и глава Юили, 130 его собратьев. Из потомков Элицафана и глава Шамаяя, 200 его собратьев. Из потомков Хеврона и глава Элиэлы, 80 его собратьев. Из потомков Узела и глава Аминадав, 120 его собратьев. Понятно, мы уже много раз говорили, что читатели, грубо говоря, отыскивают своих родных и предков в этом списке, а заодно задается некоторая структура общества. Вот мы вернулись из плена, говорит наш автор своим читателям, мы восстанавливаем, как было, вот кто где, все по местам. «Давид призвал священников Цадока и Виафара и левитов Уриэла, Осайю и Вилиша, Маю, Иллиэла и Минадава и сказал им, вы главы левитских родов». А что делают главы левитских родов? «Так осветите, очистите себя и ваших собратьев и принесите ковчег Господа, Бога Израилева, на место, которое я приготовил». Их задача – забыться о ковчеге. За то, что в прошлый раз это делали не вы, за то, что мы не служили Господу, как положено, обрушился на нас гнев Господа, Бога нашего. Даже непонятно, ничего плохого вроде бы не происходит. Но вот обрушился гнев, то ли то, что этот самый Уза погиб, то ли еще какие-то у них проблемы возникли. Священники и левиты осветили и очистили себя, чтобы нести ковчег Господа, Бога Израилева. Левиты подняли ковчег Божий и положили его шесты себе на плечи, как повелел Господь через Моисея. И подчеркивается вот эта упорядоченность, да, не абы как несут, что попало, и в том числе ковчег Божий, а все устроено, где кто стоит, кто на каком месте, кто какую задачу исполняет. Давид приказал начальникам плевитов, чтобы они назначили своих собратьев громко и радостно играть на музыкальных инструментах, цитрах, лирах, кимвалах. Левиты назначили Химана, сыну Ильи, его собрата Асафа, сына Берехии. Из родичей их потомков Мирари, Этана, сына Кушаи. Из дальних их родичей Захарию и Азиэла, Шимирамота и Эхиэла, Уни, Элява, Бенаю, Маосею, Матитию, Элифелыху, Микнею и стражей ворот ОВД дома и Эйэла. Музыка Химан, музыканты Химана, Сафа и Этан громко били в медные кимвалы. Такой официальный отчет, да, вот кто где находился. Захария, Азиэл, Шимирамота, Хиэл, Уни, Эляв, Маосея, Бенаея играли на цитрах и исполняли Аламот. Аламот не очень понятно, что такое, какая-то песня, видимо, да, которую поют. Псалмы некоторые так озаглавлены. Матития, Элифелеху, Микнея, Уведедома и Илла и Азази играли на лирах, исполняя Гасчаминит. То же самое есть в Псалтирии, мы не знаем, что именно. Восьмая, что восьмая, не знаем, музыкальный сервер. Кинания, главный музыкант Левитов, руководил всей игрой на музыкальных инструментах, поскольку был сведущ в этом. Берехиэль, Кана были стражами при Ковчеге. Священники Шивани, Иосафат, Натанел, Амасай, Захарь, Бенаея, Лезер трубили в трубы пред Ковчегом Божьим. Оведедома и Ихия были стражами при Ковчеге. Ну вот, все понятно, кто где, да? Давид, старейший на Израиле, начальники тысячных отрядов, торжественно вынесли Ковчег Божьего договора из дома Оведедома. И помогал бог Левитам, которые несли Ковчег Господнего договора. И они принесли в жертву семь быков и семь баранов. Давид был одет в ризу из тонкого льна. Также были одеты все левиты, несшие Ковчег. Подчеркивается даже, вот как они одеты. Тонкий лен — это самая драгоценная ткань, которая тогда может быть и, соответственно, лучше используется для этих ритуалов. Также были одеты все левиты, несшие Ковчег, певцы и кинания, руководившие игрой на музыкальных инструментах и пением. На Давиде был кроме ризы льняной эфод. Эфод — часть отьяния, которая указывает на священника. И подчеркивается, что Давид каким-то образом был одновременно священником. Так весь Израиль сопровождал Ковчег Господнего договора под ликующие крики, под звуки рога, трубки, валов, цитр и лир. Когда Ковчег Господнего договора въезжал в город Давидов, Мелхола, дочь Саула, смотрела в окно. Она увидела, как Давид ликует и пляшет, и ее охватило презрение к царю. В книгах «Царств» более подробно эта история описана. Но мы вот здесь видим, что и такое соперничество двух царских династий. Саул, его дочь, конечно, а не сын, но предыдущий царь. Поэтому Давид каким-то образом выскочивает, хоть он ее муж, но все равно. Кроме того, это такое недоверие. Два подхода. При Сауле забыли поклоняться Ковчегу. Это упомянуто, кстати, когда Давид призывает израильцан перенести. Он говорит, что мы забыли о почтении к нему. И когда Давид начинает высказывать свое почтение, оказывается, не так с точки зрения Мелхола, дочери Саула. Вот лучше вообще никак. Тот, кто ничего не делает, часто не получает никаких упреков. А тот, кто пробует, пытается. Да, это не так, то не так, здесь мне нравится, тут надо бы по-другому. Это ведь немножко еще и об этом. Но и о том, что царь Давид, который здесь фактически как священник сам выступает, жертв вроде бы не приносит. Ну, здесь, по крайней мере, этого не сказано. Как царство, немножко другой рассказ. Впрочем, и тут будет про жертвоприношение в следующей главе. Но, так как-то сказано, обтекаемо. Но он одновременно и священник. То есть, вот здесь появляется такой образ, его, скажем, в Новом Завете назовут царственным священством. Есть священство как бы профессиональное, а есть священство царственное, которое не связано с избранием и помазанием именно в особом каком-то виде для служения перед скиней, которое дается просто в силу того, что человек, вот, царь, да? В древнем Израиле довольно строго различались царское и священническое. Но Давид — это такое исключение, которое подтверждает правило. Это такой вот слом шаблона, который показывает подлинную ценность того, что в основе шаблона лежит, да? И поэтому дочь Саула Милхола, она еще вот и против этого, да? Ей не нравится, что Давид вообще участвует в этой церемонии, может быть, слишком активно, не слишком благочестиво. Ей бы как-нибудь по-другому, как-то вот гладко это все размазать, но этого не получится. И, может быть, тоже этот маленький эпизод, он важен для того, чтобы показать. Да, вот мы рассказываем о некоем идеальном таком Израиле, которое было времена Давиду, но надо помнить, что в этом идеальном Израиле тоже были вещи, которые кого-то шокировали. Ну, а следующая глава будет про то, как Ковчег уже находит свое место в Иерусалиме.